В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. 30 мая были открыты избирательные пункты для праймерис Единой России. Я заранее немножко ознакомился с тем, кто будет, что будет и чья позиция мне немножко ближе. Пункт вакцинации, находящийся в торгово-развлекательном центре Вегас, по-прежнему самый популярный. Чтобы не ходить в поликлининг, удачно все совместить удается. Традиционное богослужение под открытым небом прошло на Бутовском полигоне. В Ленинском городском округе, как и по всей стране, завершилось праймерис или предварительное голосование Единой России. Семь дней у граждан была возможность выбрать из внутрипартийных списков своих кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Так, всю минувшую неделю люди активно голосовали на сайте партии, а 30 мая выразить свою позицию можно было в очном формате. В муниципалитете участковые счетные комиссии открылись по 14 адресам с полным соблюдением всех мер безопасности. Проверили работу участков глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Сегодня история, она как раз даст объективный, актуальный результат на сегодняшний день и узнаваемости наших кандидатов, будущих депутатов Мосвоблдумы и Госдумы на нашей территории. А в списках кандидатов десятки фамилий. Выбор разносторонний, конечно, кандидатов много, но я заранее немножко ознакомился с тем, кто будет, что будет и чья позиция мне немножко ближе. Победители Праймерис, те, кто будут представлять партию на едином дне голосования 19 сентября, станут известны уже через несколько дней. В Ленинском городском округе, как и по всей стране, продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Медики делают все, чтобы получить прививку мог любой желающий в удобное время и в наиболее подходящем месте. Для этого развернуты мобильные пункты вакцинации. Одним из самых популярных оказался пункт, находящийся в торгово-развлекательном центре Вегас. Теперь здесь большая вывеска и на пол нанесены элементы навигации, как говорится, не промахнешься. Пункт вакцинации в ТРК Вегас по-прежнему остается в Ленинском городском округе самым популярным среди тех, кто решил получить прививку от COVID-19. Только на прошлой неделе здесь получили первый этап вакцины почти 80 человек и второй около 100. Случаев, когда врачам приходится отказать посетителям по медицинским показаниям единичны. Приходит даже не три, как бы заболели с какими-то простудными явлениями, просто отметится. Вот, говорит, должна быть вторая. Мы говорим, надо выздороветь, потом две недели пройдет и приходите на вторую. То есть можно делать все с небольшим опозданием? Можно. Владимир Воробьев привык следить за здоровьем и поддерживать спортивную форму. Первый раз он посетил этот пункт вакцинации три недели назад. После прививки чувствовал себя прекрасно. Сегодня он вновь пришел, чтобы получить вторую порцию вакцины. Я здесь тренируюсь, спортклуб у меня здесь. Поэтому, чтобы не ходить в поликлинику, удачно все совместить удается. Всего в Вегасе с начала кампании по вакцинации получили прививку первой фазы более 2200 человек и второй более полутора тысяч. Секрет популярности именно этого пункта прост. Большое количество посетителей торгово-развлекательного центра и возможность вакцинироваться без предварительной записи и очередей. Впрочем, очереди все же случаются. В выходные бывает напряжно, потому что приходит очень много людей, так как у них выходные, а в будние дни в принципе все хорошо. Но даже когда происходит ажиотаж, много времени посетители не теряют. На весь процесс, включая внесение в базы данных и осмотр терапевта, уходит не более 10 минут. Всего на сегодняшний день в Ленинском городском округе привито более 17 тысяч человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. Традиционное богослужение под открытым небом прошло на Бутовском полигоне. Ежегодно в четвертую субботу по Пасхе сюда съезжаются представители духовенства и многочисленные паломники, чтобы почтить память новомучеников. Бутовский полигон – крупнейшее в регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Сегодня установлены имена более 20 тысяч человек, погребенных здесь. Более тысячи из них – исповедники православной церкви, 332 из которых причислены к лику святых. Это страшный период в жизни нашей страны, что люди, отдававшие себя и служению Богу, и своей стране, были здесь убиты, рассерзаны, сначала забыты. Но, слава Богу, память о них сейчас восстановлена. Ежегодно в День собора новомучеников в Бутове пострадавших полигон наполняется представителями духовенства, паломниками и многими православными христианами. Богослужение посетил и глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Божественную литургию провел митрополит Крутицкий Коломенский Павел. Ему сослужило духовенство со всей Москвы и Московской области. По традиции богослужебные песнопения исполнил хор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ежегодно на Божественную литургию приезжает немало и местных жителей. Лия Алиева живет в Бутово и ежегодно приходит на полигон почтить память пострадавших на этой земле. Это место святая святых для каждого православного христианина. Здесь земля теплая от горя, пережитого от убиенных священников и людей, которые здесь убиенных, теплая земля. Вот когда стоишь, трогаешь ее, то она теплая. В ходе богослужения были вознесены молитвы о мире, о прекращении распространения коронавирусной инфекции и о всех, кто терпел страдания за веру в годы лихолетия. В рамках программы «Активное долголетие» в Центре социального обслуживания «Вера» для людей старшего поколения начали проводить занятия по цигуну. Подробнее об этой восточной практике расскажет Дмитрий Книга. Центр социального обслуживания «Вера» давно славится креативным подходом к досугу своих получателей услуг. Среди очередных нововведений занятия цигуном, древней китайской практикой, направленной на оздоровление и работу с внутренней энергией организма. Мы настраиваем себя осознанно работать со своим телом. Это вообще полезно всем абсолютно, независимо от рода деятельности, независимо от возраста. Люди старшего поколения с интересом открывают для себя что-то новое и повторяют движение за инструктором. Елена Константинова посещает Центр «Вера» не так давно, но когда узнала о цигуне, сразу записалась на занятия. С молодого спортивного типа человека всегда занималась и лыжи, и зарядки. В общем, я занималась спортом постоянно. Сейчас я на пенсии, и много свободного времени, я с удовольствием этим буду заниматься. Потом проблемы со здоровьем, и я надеюсь, что именно эта зарядка цигун дыхательной поможет с моей дыхательной системой. Китайская оздоровительная гимнастика позволяет более осознанно отслеживать состояние своего организма и улучшать биологические процессы. Цигун часто используется в качестве реабилитации после травм, а также рекомендован для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, это еще одна возможность для посетителей Центра «Вера» провести свободное время с пользой. То, что написано в паспорте, это бумажка, а то, что в душе и то, что как вы себя чувствуете, это уже совсем другая песня. А цигун, понимаете, от слова ци – энергия. Так вот для того, чтобы накачать, скажем, энергию, поддержать коллектив и считайте молодых душой людей, вот для этого мы все здесь. Стоит отметить, что после Балашихи «Вера» стала вторым социальным центром в Московской области, где начали проводить занятия по цигуну. Интерес к этой практике растет и желающих попасть на тренировку становится все больше. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На территории Национального конного парка «Русь» состоялся ежегодный фестиваль под открытым небом. Несмотря на дождливую погоду, праздник собрал много гостей. Организаторы мероприятия подготовили большую развлекательную программу для детей и взрослых. Чем удивляли на этот раз, расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. «Клапснай» 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 Открывала программу фестиваля шоу мыльных пузырей. Мероприятие было подготовлено для самых маленьких гостей праздника. Но переливающиеся прозрачные шары любят абсолютно все. У взрослых они также вызывали восторг и улыбку на лице. И сразу становилось теплее, несмотря на то, что на улице заметно похолодало. На фестиваль под открытым небом приезжали целыми семьями. Для развлечения гостей организаторы пригласили более 30 компаний из разных уголков Подмосковья. На этих исторических землях сегодня такое веселое мероприятие. По сути, это пикник с большой концертной программой. 12 часов концерта, музыки, веселья, детских развлекательных игр, шашлыки. Весь день для посетителей работала гастрономическая площадка. У гостей праздника был огромный выбор блюд разной кухни, которые предлагали рестораны и кафе. Ярким пятном праздника стал фестиваль красок Холли. Взрослые дети весело забрасывали друг друга цветной мукой. Остаться чистым не удалось никому. Четыре, три, два, один, иди! Отпрашиваем выше, полетели, полетали! Публика стойко выдержала. Создавшиеся погодные условия согревались, пританцовывая под музыку, которая звучала без остановки. В Орлова было приглашено огромное количество коллективов и артистов. А главной звездой фестиваля стал певец Макс Барских. Фестиваль без преувеличения можно назвать главным культурным событием этой весны в Ленинском городском округе, которое, как многие надеются, станет традиционным. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕ-ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.